Спертый мат. Из комбинации на блокировку наиболее яркой считается и таковой фактически является комбинация на спертый мат, при которой собственные фигуры отнимают у короля все поля для отступления. Одну из наиболее простых его форм демонстрирует этот пример. Спертый мат. Черный конь Б8 на С6, защищая пешку Е5. Белый слон Ф1 на С4. Черный слон Ф8 на С5. Белые делают короткую рокировку. Черный конь Ж8 на Ф6, нападая на пешку Е4. Белая ладья Ф1 на Е1, защищая пешку Е4. Черные делают короткую рокировку. Белая пешка С2 на С3. Черный ферзь Д8 на Е7. Белая пешка Д2 на Д4. Черная пешка Е5 бьет пешку Д4. Белая пешка Е4 на Е5, нападая на коня Ф6. Конь уходит на поле Ж4. Белая пешка С3 бьет пешку Д4. Черный конь С6 бьет пешку Д4. Белый конь Ф3 бьет коня на Д4. Черный ферзь Е7 идет на поле Х4. Белый конь возвращается на поле Ф3, нападая на ферзя Х4. Черный ферзь бьет пешку Ф2, шах. Король ушел на поле Х1. Черный ферзь идет на поле Ж1, шах. Ладья Е1 бьет ферзя на Ж1. И король заперт в углу на поле Х1. Теперь черный конь с поля Ж4 идет на поле Ф2. И королю некуда деться. Все занято своими. Мат. В этом примере соперники разыгрывают дебют испанская партия. В результате приходят к аналогичной ситуации. Партия Каскова-Какабадзе, Ереван, 1962 год. Белая пешка Е2 на Е4. Черная пешка Е7 на Е5. Белый конь Ж1 на Ф3, нападая на пешку Е5. Черный конь Б8 на С6, защищая Е5. Белый слон Ф1 на Б5, нападая на коня С6. Черная пешка А7 на А6, нападая на слона Б5. Слон уходит на поле А4. Черный слон Ф8 идет на поле С5. Белые делают короткую рокировку. Черный конь Ж8 на Ф6, нападая на пешку Е4. Белая пешка С2 на С3. Черный слон С5 на поле А7. Белая ладья Ф1 идет на поле Е1, защищая пешку Е4. Черный конь Ф6 на Ж4, нацеливаясь на поле Ф2. Белая пешка Д2 на Д4. Черная пешка Е5 бьет пешку на Д4. Белая пешка С3 бьет пешку на Д4. Черный конь С6 бьет пешку на Д4. Белый конь Ф3 бьет коня на поле Д4. Черный ферзь Д8 идет на поле Х4, угрожая пешке Ф2. Белый конь возвращается на поле Ф3, пытаясь отогнать ферзя Х4. Черный ферзь бьет пешку Ф2. Шах. Мы видим уже знакомую ситуацию. Король уходит на поле Х1. Ферзь идет на поле Ж1. Шах. Ферзь будет бит ладьей, а король заперт. И последний пример из этой серии. Партия сыграна в 1970 году. Августе Узман. Играется дебют. Испанская партия. Белая пешка Е2 на Е4. Черная пешка Е7 на Е5. Белый конь Ж1 на Ф3. Черный конь Б8 на С6. Белый слон Ф1 на Б5. Черная пешка А7 на А6, нападая на слона Б5. Слон уходит на поле А4. Черный конь Ж8 идет на поле Ф6, нападая на пешку Е4. Белые делают короткую рокировку. Черная пешка Б7 на Б5, нападая на слона А4. Слон уходит на поле Б3. Черный слон С8 на Б7. Белая ладья Ф1 на Е1. Черный слон Ф8 на С5. Белая пешка С2 на С3. Черный конь Ф6 идет на поле Ж4. Вот она, ловушка. Черные подготовили фигуру, которая нанесет решающий удар. Только конь может атаковать через головы других фигур и поражать запертого в углу короля. Дальше действия противников известны. Белая пешка Д2 на Д4. Черная пешка Е5 бьет Д4. Пешка С3 бьет Д4. Черный конь С6 бьет Д4. Белый конь Ф3 бьет коня на Д4. Ферзь идет на поле Х4. Конь угрожает черному ферзю. Ферзь бьет пешку Ф2. И белые сдаются. Как видите, давно описаны подобные случаи. В разные времена шахматисты попадали в аналогичные ситуации. Поэтому следует опротить серьезное внимание на действия противника, непосредственно предшествующие запиранию короля в углу, и защищаться еще тогда, когда такая возможность есть. Продолжение следует...